Всем привет! Давно меня не было видно и я зайду сразу с козырей. Это Флора. Самка декоративного карликового ежа. Была куплена по настоянию моей девушки и теперь она часть моего зверинца. Вот она маленькая такая. На самом деле ей уже около пяти месяцев и она достаточно сильно выросла за это время. Буквально в два раза. От размера мышки до размера взрослой крысы. А сейчас мы, так сказать, не купаем ее, но даем ей возможность помыть лапки. Так как Флора у нас грязнули и в результате за неделю жизни в своей клетке она умудряется испачкать себе лапки. На них прилипает и засыхает остатки ее... Вот она тут недоверчиво смотрит. Никак не может понять, что же это такое. Это камера. Она очень забавная. Вот так вот ежи защищаются от всего неизвестного. Особенно если сзади. Очень не любят сзади, как и любые другие животные. Сразу ощетиниваются, сразу иголки вверх. И все новое возникающее перед ней она тоже изначально воспринимает как опасность. Защитная реакция ежей. Вот так Флора достаточно забавный зверек. Да, третий месяц у нас живет. Питается в основном специализированным кошачьим кормом. А также очень неплохо ест мучных червей, отварную куриную грудку. Опять же отварные яйца. То есть вполне возможно их содержать в неволе. Ну собственно поэтому они и декоративные. Но ест далеко не все. Привередливо. Они достаточно подвижны. Поэтому для ежей необходима просторная клетка. Желательно с колесом, где они могут свою энергию полностью израсходовать. Любят топать ночью. Эти конечно не так топают, как обычные ежи. Но тоже первое время она создавала шум. Пока мы не дали ей колесо. Ну вероятно так она сжигает свою энергию. Хочет гулять, хочет исследовать свой окружающий мир. Как-то один раз оставили клетку открытой. И она ночью из нее выбралась. Упала, но ничего не случилось. Ничего серьезного по крайней мере. Продолжила гулять, продолжила исследовать. Пока шум не привлек нас спящих. Думаю вода остывает. Сильно передерживать их в остывающей воде нельзя. Вот она уже пытается выбраться. И подходить к ним всегда лучше спереди. Она не очень пока любит, чтобы ее брали на руки. Но тем не менее, это возможно сделать. В частности, я уже научился. Медленно, методично, но верно. Вот она. Красавица. Опаньки. Падает. Ладно. Для нее специальное полотенце. Теперь оно принадлежит только ей. Сейчас я ее посушу, поглажу и верну в клетку. Но предварительно накормлю ее любимым лакомством. Мучными червями. Вот такое милое животное. Конечно, она не так контактна, как крысы. Но, возможно, со временем это придет. Ожидайте новых видео. Как с флорой, так и с другими животными. Берегите своих животных. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова